Но в том, что касается Евросоюза, то если коротко и образно, то вместе весело шагать по просторам. И это, конечно, тенденция, которая определяет сегодня развитие цивилизации, объединение. Другое дело, что, возможно, создавая этот механизм, люди немножко перегнули палку. Даже я это почувствовал. Однажды на съемках в Португалии нам пришлось пойти на то, чтобы... Мы находились примерно в 120 километрах от Лиссабона, у нас был автобус. Так вот, из-за того, что водитель переработал свой рабочий день и по существующим законам не мог нас отвезти в ресторан, находившийся в 10 километрах, приехал из Лиссабона другой автобус за 120 километров. С точки зрения здравого смысла это абсурд, напоминающий во многом абсурды советских времен, когда киевским кондитерам приходилось ехать в Москву для того, чтобы утвердить рецепт киевского торта. Вот в этом смысле при строительстве Европейского Союза, как мне кажется, они переняли много такого от советского опыта, которое бы перенимать не стоило бы. И второе, но очевидное соображение, то, что в экономику стала вмешиваться политика, и Евросоюз раздулся до такого состояния, когда жить по одежке, по средствам у него уже не получается. И вот эти трещинки, которые пошли, а мне кажется, следствие к следствию этого, потому что в конечном счете все упирается в человеческое несовершенство, в лень, в коррупцию на окраинах этой новой империи. Я не исключаю, что может быть какая-то трансформация этого механизма и произойдет. Я не верю в то, что Евросоюз расползется и вновь превратится, ну, расползется вот на эти европейские кусочки, фрагменты, потому что в любом случае плюсов и преимуществ от этого очень много. Это, кстати, видно не только на примере Евросоюза, но и, например, на договоре, на примере США и Мексики, подписавший договор о свободной торговле, который вывел Мексику моментально, просто в космос. Это видно и в попытках создать Меркосул, свободную экономическую торговую зону на юге Латинской Америки. В общем, интеграционные процессы, повторяю, это магистральный путь развития. И если вы вспомните российский герб, там два орла. Это наше преимущество, наш приговор. Один из этих орлов смотрит на Азию, другую, в сторону Европы. Попытка искусственно повернуть вторую голову туда или сюда, это опасный очень эксперимент. Сейчас, к сожалению, две эти головы повернулись друг к другу, поскольку раскол в обществе такой, которого не было, видимо, с 1905 года, что закончилось революцией. Но споры о том, вот, нужно нам только на Европу или только на Китай, они глупые. Нам нужно и на Европу, и на Китай. И сейчас очень много людей, которые бьют себя в грудь и говорят, что мы импортозаместим все, и мы обойдемся без всех остальных. Мне кажется, они, как бы литературно это сказать, люди не очень далекие. Мы не обойдемся ни без тех, и ни без других.